Как раз-таки здесь, в Польше, они являются вне закона. Как только узнают, что они кадыровцы или имеют отношение к Кадырову, их пинком под зад отправят поближе к Кадырову. Как в хадисах нам нужна достоверность. Понимаешь, нужно, чтобы он был достоверным, чтобы его принять. Иначе мы не принимаем хадисы. Точно так же и в этих вещах нам нужно, чтобы нам доказали, что эти вещи принадлежали посланнику Аллаху, иначе мы это не принимаем. Мы все видели, как Рамзан Ахматович плакал, когда он взял в руки священные реликвии. Получается, что ты хочешь сказать, Рамзан играл концерт, что ли? Я знаю другого настоящего актера, который уже много лет хорошо играет в Англии и пудрит мозги англичанам. Слушай, ну если у тебя есть какие-то претензии к тому человеку в Англии, о котором ты говоришь, что я думаю, тебе лучше ему их высказать. Зачем ты мне об этом рассказываешь? А что касается Рамзана Ахматовича, который плакал, когда взял в руки священные реликвии, играл ли он или не играл. Я думаю, что он играл. И они все там уже научились пускать слезу в нужный момент. Это у них уже прямо на автомате идет. Как недавно там Делимханов в студии расплакался, сказав слово чеченские женщины. Я не вижу слезы уже давно. Но даже если бы они были бы искренними, даже если бы. Ну и что? Ну мало ли сколько есть заблудших течений людей, убеждений, которые на своем заблуждении плачут. Сколько есть вон шииты себя истязают, режут. Разные суфии там типа вот этих касназаний протыкают себя кинжалами. Понимаю, нам что теперь этим вещам удивляться что ли? Что кто-то заплакал, кто-то себя проткнул, кто-то себя истязал. Копперфильд показал фокус и там вагон пропал. Что нам теперь из-за этих вещей обманываться что ли? Наши убеждения, наши религии это не фокусы, не слезы. Это священный текст, все, нас другие вещи не интересуют. А кто там из-за чего плачет? Да мало ли что там может. Может играет, может в какой-то момент там что-то вспомнил. Тяжелую ситуацию в своей жизни. Связанную с таким вот кубком. Томсуа, ты веришь насчет религии пророка, саляму али вассалам? Они и вправду его вещи? Конечно нет, конечно не верю. Сегодня имеются слова ученых, которые говорят, что в мире сегодня не существует вообще ничего, что можно было бы уверенно приписать к посланнику Аллаха. Поэтому любая вещь, которая сегодня появляется в мире, ее приписывают посланнику Аллаха, мы это отвергаем. Мы говорим, нет, приведите нам доказательства. Вам нужно понимать, что вещи, принадлежавшие посланнику Аллаха, это то же самое, что и хадисы. Как в хадисах нам нужна достоверность. Понимаешь? Нужно, чтобы он был достоверным, чтобы его принять. Иначе мы не принимаем хадисы. Точно так же и в этих вещах нам нужно, чтобы нам доказали, что эти вещи принадлежали посланнику Аллаху, аминь, 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 аминь. Поэтому мы ничего из этого не принимаем, это все неправда. А то, что привезли в Чечню кадыровцы, это их надули. Их надули, эта история получила огласку, но кадыровцы сейчас не могут признать, что их надули, потому что они же столько народа обманули, там столько людей пришло в эту мечеть, тысячами из других республик приезжали люди, чтобы посмотреть на это, на эти реликвии, что о чудо. А потом узнали, что это не вместо волоса, якобы волоса посланника Аллаха, им пихнули волос коня, там еще какие-то, в общем, надули их, надули в Эмиратах какой-то аферист, какой-то шарлатан, который не только их многих так кинул. И эта история вышла в эфир, но кадыровцы не могут это сейчас признать. Им придется тогда сказать, что все вы, которые тысячами приезжали, они там сгоняли даже людей, что это все было неправдой. Они не могут это сказать, поэтому они сейчас будут дальше гнуть эту волну. Когда заканчивается словарный запас, тут же начинается словесный понос. А теперь серьезно, Тумсо, все помнят, как Дудаев разговаривал на чеченском языке. Он не мог даже два слова нормально на чеченском высказать. Было впечатление, что его готовили на скорую руку. Вообще непонятно, откуда он взялся. Почему? Дудаев очень даже нормально на чеченском языке. Я не знаю, о каких двух словах ты говоришь. Сегодня имеются достаточно материала, хроники, где Дудаев выступает на чеченском языке. И самое главное, что главные обвинения в его адрес, что он якобы был вообще религиозно безграмотным. Я, конечно, не говорю, что он был религиозно грамотным. Чем многие сегодняшние, которые очень много говорят о религии. Пересматривая уже в более взрослом своем возрасте его высказывания, я нахожу его очень даже религиозным, неглупым человеком. Томсо, я считаю, что России нужна стабильная Чечня, поэтому они поставили беспредельную власть. Это гарантирует, что народ эту власть будет всегда ненавидеть. В любой момент можно погрузить Чечню в хаос. С этой точки зрения антикадырская оппозиция на руку России. Как ни крути, мы в марионетке. Ну, возможно, есть такая тема. Возможно, ты прав. Томсо, ты наверняка знаешь, говорит, что в Польше присутствуют кадыровцы. Они могут выйти как-то на тебя, не треложат. Ну, наверняка знаю ли я, что в Польше присутствуют кадыровцы. Ну, если они здесь присутствуют, но я как бы понимаю, что здесь наверняка есть люди, которых можно назвать кадыровцами, да, которые ими засланы сюда, они здесь будут. Но они здесь сидят тише воды, ниже травы. Они здесь никуда не рыпаются, понимаешь. Здесь как раз-таки здесь, в Польше, они являются вне закона. Как только узнают, что они кадыровцы или имеют отношение к Кадырову, их пинком под зад отправят поближе к Кадырову. Они это прекрасно знают. Поэтому здесь в Польше они не выпендриваются, как в Германии. Вот в Германии есть официальные представительства Кадырова, там люди, которые официально раздают интервью, даже участвуют в каких-то пророссийских мероприятиях. Вот эти люди там они есть. Здесь, в Польше, таких нет. Поэтому не тревожит ли меня? Ну, меня это, наверное, тревожит. Но я думаю, их это тревожит больше, скорее всего. Ну что, доверяешь ли ты председателю правления Республики Ахмеду Закаеву или, возможно, он агент Кремля? Председателю правления. Я не знал, что ему. У него еще такая есть должность. Так, а доверяю ли я ему? Ну, я не скажу, что я ему доверяю, и не скажу, что я ему не доверяю. У нас, в принципе, нет никаких общих каких-то дел, которые бы я ему мог доверить, или в чем бы я мог ему не довериться. Поэтому, короче, никак я к этому не отношусь. А вот, возможно ли, что он агент Кремля? Ну, возможно, наверное, все, что угодно, но я не думаю, что он агент Кремля. Субтитры создавал DimaTorzok